Можете верить, можете не верить, но с самого рождения меня беспокоил один очень важный вопрос. Что больше, E в степени B или P в степени E? Так что, научившись ходить, а затем еще и говорить, я подошел к маме и спросил, что же все-таки больше. Ответ меня так впечатлил, что годы спустя я решил записать это видео. Поехали! Итак, леди и джентльмены, в левом углу ринга E в степени P, ну а в правом P в степени E. Оранжевая галочка между ними означает знак неравенства, который мы определим через две минуты. Если кто забыл, P это отношение длины окружности к ее диаметру, ну а я основание натуральных логрифмов, если вам от этого легче. Мы хотим сравнить левые и правые части. А давайте-ка их прологрифмируем, они же положительные. Натуральные логрифмы это то, что надо. Монотонно взрастающая функция, знак неравенства никак не поменяется. Кстати, по свойствам логрифмов, показатель степени аргумента можно вынести за логрифм. Кроме этого, в какую степень возвести E, что получилось E? Ну в первую, конечно. Так что в левой части просто-напросто P. Из правой части вытягиваем E как коэффициент и переносим все налево. Тем самым нам предстоит сравнить левое число с нулем. Тут, конечно, попробуйте взять паузу и подумайте, как это можно сделать. И да будут снисходительны к вам богем от анализа. Ну а сейчас начнется второй раунд. Вводим функцию f от x, которая равна x минус E, умноженная еще на натуральный логрифм x. Вы уловили, почему именно так? Если аргументу x присвоить значение P, то и получится интересующее нас число. Область определения нашей функции — это все положительные и действительные числа. И следующим шагом, чисто ради интереса, продифференцируем нашу функцию, то есть найдем производную. x минус E делить на x. После этого определим знаки производной. На правом промежутке производная у нас положительная, ну а на левом промежутке производная отрицательная. То есть от нуля до E наша функция убывала, а от E до плюс бесконечности функция возрастала. Точка E является точкой минимума, в ней производная равна нулю. Значит, именно в ней будет достигаться наименьшее значение функции f от x. И равно это наименьшее значение оказывается нулю. И тут вновь, если еще не догадались, возьмите паузу, подумайте, как все это поможет решить задачу. Потому что уже сейчас начинается третий раунд. По большому счету нас интересует значение функции f от x в точке P. Но посмотрите, P находится правее, чем E. Функция на промежутке от E до плюс бесконечности возрастала. И поскольку в точке E наша функция равнялась нулю, то в точке P она будет обязательно больше нуля. И что же это значит? Это значит, что наше левое число больше нуля. А стало быть, и знаки в первых двух неравенствах это тоже знаки больше. То есть на вопрос, какое же все-таки число больше, мы скажем E в степени P. Такие вот дела. Мыслите критически, занимайтесь математикой и счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова